Приветствую всех! С вами вновь Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я хочу рассказать вам про сервис на Шолру. Данный сервис занимается поиском и выплатой интернет-заработков, которые вы потеряли в интернете. То есть, если вам кто-то не выплатил деньги в интернете, то вы сможете якобы с помощью данного сервиса их вернуть. Вот так и мне обещают вернуть мои деньги. Выплата может составить до 180 тысяч рублей. Данная компания является страховой. И здесь говорится, что на Шолру разрешает все незавершенные вопросы по работе и выплатам. Поиск она осуществляет по нашему IP-адресу. Конечно, таким образом находить какие-то выплаты невозможно, потому что, например, у меня не статический, а динамический IP-адрес, который выдает мне мой провайдер. Об этом знают мало кто, но по IP-адресу отследить точно невозможно, потому что он чуть ли не каждый день меняется, и он не один и тот же. Также нам говорят, что это именно страховая компания, которая даже может вернуть деньги, которые у вас украли мошенники. Они якобы штрафуют их, забирают лицензию и отдают средства пострадавшим. Это вообще, кажется, из разряда фантастики. Мошенников в интернете пруд пруди. Одно дело разоблачить их словесно, но забрать у них какие-то деньги и вернуть их, такого нет. Даже полиция таким не занимается. То есть вернуть свои деньги у мошенников – это вообще очень сложно. И вот такой вот сайт неприметный, буквально состоящий из одной страницы, явно не занимался бы таким. Тем более за этим сайтом точно не стоит никакая нестраховая компания. Здесь нет никаких реквизитов, даже названия у компании нет. А еще очень интересный факт. Буквально несколько часов назад данный сервис назывался «Не нашел.ру», а «Верни.ру». И это мы можем узнать, посмотрев на название почтового адреса, а также, если откроем соглашение пользовательское. Вот здесь говорится, что сайт называется «Верни.ру» и не единожды. А также здесь пишется, что все высказывания и примеры на этом сайте всего лишь предположения по поводу предстоящих или текущих заработков, доходов и не являются гарантией их получения. Поэтому уже сразу мы можем знать, что здесь никто никакие деньги платить нам не собирается. Тем не менее, я должна протестировать данный сайт, хоть он и не похож особо на сайт. Сделать его мог даже школьник. Узнаю сумму выплаты, ничего не заполняю. Идет получение информации по выплате. Теперь идет расчет суммы. Итак, сейчас моя сумма точно будет составлять 139 тысяч с копейками. Да, 139 479. Данная сумма не меняется. Абсолютно каждый посетитель сайта увидит именно эту сумму. Это тоже подтверждает недобросовестность данного сайта. Выведу всю сумму. Идет перевод по моим реквизитам. По каким реквизитам я еще ничего не заполняла. Проверка состояния перевода. И теперь мне говорят, что в связи с лимитами платежной системы, перевод будет отправлен двумя равными частями в течение 10 минут. Во время перевода средств на указанные реквизиты, платежная система запросила комиссию. И комиссия составляет 798 рублей. Но сейчас я могу получить 50% скидку якобы от банка открытий. От вымышленного банка, который, конечно же, не имеет никакого отношения к данному сайту. Нажму оплатить комиссию. И попадаем на страницу оплаты от сервиса ePay. 399 рублей к оплате. Но сервис ePay давно известен своей плохой репутацией, а вернее плохой репутацией сайтов, которые он продвигает. И вот очередной сайт мы можем лицезреть. Сейчас я приостановлю видео и оплачу данный платеж. Посмотрим, что же с нас потом будут требовать. Итак, платеж я оплатила. Что же дальше? Дальше опять нужно платить. Первый перевод на сумму 69740 рублей отправлен на экспресс-счет какой-то. Как только вы совершите оплату комиссии за второй перевод, оба перевода будут зачислены на указанные ранее закрепленные к внутреннему счету реквизиты. Полный бред. Оказывается, здесь еще и комиссию надо платить за один перевод, потом за другой перевод и только потом придет вся сумма. Конечно же, это все просто отговорки, чтобы с нас содрать еще деньги. И хоть нам и предоставляют опять 50% скидку, конечно же, оплачивать этот платеж я уже не буду. Как мы видим, здесь даже страница платы поменялась. Но тем не менее, все это полный развод на деньги. Учитывая, что и сервиса-то самого не существует, так как за всем этим стоит мошенник, никакой организации страховой компании верни или нашел.ру нет, то платить нам явно некому. Зато, кому платить, есть. Мы можем заплатить автору данного сайта, мошеннику, и, конечно же, обещанный 139 тысяч нам вовек не увидеть. Поэтому не тратьте здесь свои деньги. В отказе от ответственности нам все четко и ясно писали. Платить нам здесь никто не будет. Держитесь от этого сайта лучше подальше. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Всем пока!